Всем привет из солнечной Австралии! Сегодня я хочу вам рассказать один смешной случай, который мог произойти с каждым, но, к сожалению, произошел со мной. В один воскресный день мы с мужем после прогулки по парку решили зайти пообедать в наш любимый ресторанчик. Ресторанчик маленький, но такой уютный. Мы подъехали к нему, выходим, и смотрю я, напротив самого ресторана стоит такой припаркованный, желтенький, необычненький, странненький мотоцикл. По-австралийски он называется байк. Я думаю, дай-ка я сфотографирую его, покажу своим родственникам, какие бывают в Австралии мотоциклы. Начинаю, значит, его фотографировать. Фотографирую я его, а сама думаю, а дай-ка я сниму видео, да покажу своим подписчикам, своим друзьям. И давай снимать видео. Слышу голос сзади. Вам нравится этот байк? Я поворачиваюсь, стоит мужчина и женщина. Я отвечаю мужчине, говорю, да, очень интересный, необычный, эксклюзивный байк. Он говорит мне, ну тогда садитесь на него, я вас сфотографирую. Ну, я даю свою камеру этому мужчине, сажусь за байк, значит, и начинаю позировать. И так себе, и так, и так. А он меня одно щелкает. Он говорит, ну тогда давайте вместе с мужем еще сфотографируйтесь. Я мужа позвала, он говорит, нет, я не хочу. Но он обычно не любит у меня ни сниматься на камеру, ни фотографироваться, не любит. Ну, отказался муж. Я, значит, смотрю, народ собрался. Мало того, что с ресторанчика все смотрят, так целый ряд столиков стоит на улице. Тоже люди сидят, смотрят. Ну, я так себя что-то чувствую, как на сцене. Думаю, ну надо уже заканчивать. Значит, встаю, встаю на подножке этого мотоцикла и говорю этому мужчине, спасибо вам большое. Ваш байк очень красивый, а вы очень добрый. А он мне отвечает, don't worry, не беспокойтесь, это не мой байк. И тут я вот стою, вы знаете, как на сцене, вот на подножке этого мотоцикла, продолжаю стоять и понимаю, что мое лицо краснеет. Просто наливается, я не знаю, красным цветом. Народ, стоящий здесь, замер. И в одно мгновение все начинают смеяться. В том числе и я начинаю смеяться. Мне было смешно и стыдно одновременно. Ведь я даже не спросила, его ли это байк. Оказалось, что не его. Это был случайный прохожий, который делал фотосессию, мою фотосессию на чужом байке. Ну, так, значит, смеялись. И для меня это стало наукой, чтобы в следующий раз уже надо спрашивать всех предлагающих фотографироваться, его ли это объект для фото. Вот так, друзья мои. Будьте активны, веселы, но бдительны. Потому что везде много таких юмористов, приколистов. Особенно в Австралии. Продолжение следует...